Тяжелая техника, беспрерывные работы. Строительство федеральной трассы нарушило размеренную и спокойную жизнь в селе Жаворонки. Когда-то здесь была березовая роща, вот все, что от нее осталось. И в ближайшие два года жителям придется наблюдать вот такую картину. Вырубка леса и нарушение привычного спокойствия – полбеды. С началом строительства в колодцах местных жителей исчезла вода. Путепровод проходит на месте реки Малая Веземка. Для ее осушения мощные насосы круглосуточно выкачивают воду. С нарушением экосистемы стали осушаться и колодцы с пресной водой на участках. Местные жители забили тревогу. Жалобы, просьбы, обращения. Ответы приходят совершенно неконкретные. Единственный конкретный ответ пришел с Министерства Минэкологии, где официально в письменном виде нам сообщилось, что да, на откачивание данной речки данная организация никакого разрешения не предоставляла. К сожалению, то, что происходит у нас за забором, опять-таки, как сообщило данное министерство, является нашими целиком полностью проблемами. Проблему с водой жителям предложили решить самостоятельно. Пробурить скважины, заменить насосы и систему водоснабжения. Однако многим это не по карманам. Впереди холода. Временно предоставленные пластмассовые резервуары уже не спасут. Как вы видите, подведены мягкие шланги для того, чтобы подпитывалась полностью система водоснабжения в доме. Однако это ненадолго, потому что наступает холода, где-то недели через две, через три, и, соответственно, вся эта система перемерзнет. Мы опять остаемся без воды. Фильтры постоянно забиваются грязью. До станции без резиновых сапог не дойти. На участках – лужи, поскольку водостоки засыпаны. Как только пройдет дождь, у нас с участка некуда выходить в воде. И в результате, чтобы попасть на работу, выехать в Москву, в город, нам приходится одевать сапоги, выходить за ворота, переобуваться каким-то образом. Грязь и неудобства придется потерпеть. А вот почему исчезла вода в колодцах, будут разбираться специалисты. Причиной может быть также отсутствие своевременного ухода за скважиной. Очистка и дезинфекция не только сохранит воду в целости и сохранности, но и улучшит ее качество, а значит и здоровье. Если уже у нас на участке есть колодец, то он должен быть как минимум 15-18 колец. Как минимум раз в год с него нужно полностью произвести откачку воды, выбрать ил, выбрать те накопления, которые к нам принесли грунтовые воды, подземные речки, убрать весь мусор, создать дополнительный фильтр из камней. И как минимум два раза в год можно производить дезинфекцию. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.